В последнее время очень многие клиенты, которые в открытии брокер, получили письма из инвестиционной палаты с просьбой подписать какие-то документы для того, чтобы передать эти данные каким-то посторонним лицам. Что случилось, люди спрашивают, и еще люди спрашивают, когда же наконец откроют доступ к иностранным ценным бумагам. Вот обо всем этом сейчас я хочу рассказать. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Вы знаете, что Банк Открытия одним из первых попал под санкции еще в самом начале марта месяца, по-моему, там что-то 10 марта. Санкции, которые были введены, в том числе были введены против Банка Открытия, который является крупнейшим банком в стране, и он целиком на 100% принадлежит сейчас Центробанку, который его выкупил. И, соответственно, так как Открытие Брокер принадлежит банку Открытия, соответственно, и санкции коснулись всех клиентов, которые находятся у Брокера Открытия, что касается ценных бумаг. Ну а потом был заблокирован Евроклиром вообще весь доступ к иностранным ценным бумагам, которые шли через НРД, которые зарегистрировались там. Там это, ну как бы, финансовая организация более высокого уровня, значит НРД, дальше идут Евроклир и дальше идет Евроклир. Вот, и поэтому, поэтому, руководство Открытия Брокер предложило всем своим клиентам перевести свои иностранные ценные бумаги в воронежском брокеру инвестиционная палата, что, в общем-то, и было сделано. Банк ВТБ поступил, брокер ВТБ инвестиций поступил другим способом, он, так сказать, там предложил перевести все эти иностранные ценные бумаги различным другим брокерам, то есть там Тинькофф, Альфа, кому-то еще. Вот, но это было, как показывает, ну, как показало будущее событие, не самое лучшее решение, на мой взгляд, потому что эти брокеры тоже были, в свою очередь, заблокированы и надо было переводить дальше. Вот, ну, произошло то, что произошло, клиенты Открытия Брокер перешли в инвестиционную палату. Что происходит сейчас? Сейчас происходят очень интенсивные переговоры с Евроклиром по поводу того, что, как бы нам разблокировать вот эти иностранные ценные бумаги, чтобы клиенты могли как-то осуществлять операции. Что, какие претензии у Евроклира? Дело в том, что Евроклир, значит, он выполняет роль депозитария такого международного, и у Евроклира, значит, есть, как бы, другой, ну, клиент, и как клиент у него выступает, кто? То, НРД российский, а НРД это российский депозитарий, в котором, значит, ну, осуществляются все сделки. Когда мы покупаем какие-то ценные бумаги, то каким образом это регистрируется? Значит, осуществляется сделка между одним клиентом и другим клиентом, и эта сделка зафиксирована в НРД. В НРД посылается информация о том, что совершена сделка и клиент меняется, и, собственно говоря, это все происходит внутри НРД. А если это, ну, скажем, вторая сторона иностранная, ну, иностранный клиент, владелец той ценной бумаги, то, в общем-то, что происходит? Дальше НРД суммирует все вот эти данные НРД и сообщает, ну, скажем, ну, туда в Евроклир, говорит, что вот, произошло изменение, значит, внесите изменение в реестр. Что это значит? Что старый клиент, старый владелец этих ценных бумаг меняет, ну, ценные бумаги меняют владельца со старого владельца ценных бумаг на того нового владельца, который есть в НРД. Но при этом, при этом, эта процедура идет только в случае того, в случае, если второй стороной вот этой сделки является иностранный владелец. Если это не иностранный владелец, то есть, если российский владелец ценных бумаг продает российскому же владельцу ценных бумаг, ну, сделку совершает, то эта сделка совершается внутри НРД и с точки зрения Евроклира вообще ничего не произошло. То есть, с точки зрения Евроклира все это происходит внутри НРД. И сейчас, значит, после того, как были введены персональные санкции на ряд российских лиц, которые поддерживают, ну, Путина, по мнению европейских всяких институтов, то Евроклир говорит, что, послушайте, мы хотим заблокировать все активы вот этих вот нехороших людей, которые поддерживают путинский режим. И где эти активы? А эти активы во многом в ценных бумагах. Кто эти люди? Это люди олигархи. Мы, говорит, хотим заблокировать счета этих олигархов. Поэтому Евроклир потребовал, чтобы Россия стала предоставлять, вот российский регулятор, в том числе НРД, стал предоставлять данные о тех клиентах, которые владеют ценными бумагами для того, чтобы исключить именно этих клиентов из сделок. То есть сделки, которые совершают олигархи, должны быть заблокированы, а мы с вами, простые смертные инвесторы, можем совершенно спокойно совершать эти сделки. И для того, чтобы это было сделано, значит, надо было рассказать о том, что какие счета принадлежат конкретно олигархам, а какие не олигархам. Для того, чтобы те счета, которые принадлежат людям, которые не под санкциями, можно было разрешить с ними сделки. Вот в это все упиралось. И что происходит дальше? Дальше происходит следующее, что, ну, вы понимаете, что олигархов не так много, на самом деле, с одной стороны. Но с другой стороны, денег, которыми они владеют, и активов, которыми они владеют, это колоссальные суммы, на самом деле. И, естественно, эти люди как раз не хотят, чтобы их данные раскрывались в Евроклир. Ну, а, соответственно, то, что при этом страдают простые инвесторы, такие, как мы с вами, ну, это их, как вы понимаете, не так сильно и волнует. Вот. И сейчас вот идут переговоры по вот этому поводу, с одной стороны. А с другой стороны, те же самые иностранные клиенты, которые купили ценные бумаги на московской бирже, таких тоже немало. Это целые фонды. Значит, они тоже идут через НРД, тоже через российских брокеров, естественно, московская биржа. И, соответственно, активы этих ребят, этих клиентов иностранных на московской бирже тоже заморожены. Поэтому идут переговоры по двум направлениям. Значит, первое направление, что, а давайте мы не будем раскрывать данные на олигархов, а давайте мы раскроем данные на тех инвесторов, которые не попали под санкции, простых инвесторов, и давайте вы им разрешите торги. Это первое направление. И вот именно поэтому в рамках первого направления вы получили такие письма. То есть, если вы разрешаете инвестиционной палате, как брокеру, передать, ну, так сказать, передать вот это вот ваше заявление о том, что вы согласны, чтобы ваши данные передали в Евроклир, то, в общем, тогда Евроклир обещает разблокировать именно ваши счета. Поэтому это ничем не грозит, и я вам очень рекомендую подписать эти письма. Мне эти письма тоже пришли, и, соответственно, я их тоже подпишу и пошлю в инвестиционную палату. Второй вариант, он немножечко такой более замороченный, на самом деле. Второе направление. Они говорят, а давайте мы, значит, внутри НРД совершим сделку, то есть инвесторы, у которых бумаги заблокированы российские, купят у тех инвесторов, которые, значит, иностранные купили их через российского брокера, эти ценные бумаги, ну, то есть вот эта вот сделочка совершится. И, соответственно, ну, по крайней мере, сделка завершится внутри НРД, все получат свои рубли, ну, то есть формально в долларах, но по курсу рубля, и, соответственно, дальше делайте, что хотите, своими рублями, а рубли у иностранных инвесторов заблокированы по-любому, и они не смогут их назад вывезти к себе за границу. Ну, здесь немножечко вот тупиковое. Поэтому, как я уже сказал, что сейчас наиболее перспективен все-таки кажется первый вариант, когда российские брокеры, ну, то есть российские инвесторы предоставляют своему брокеру право передать свои личные данные уже в Евроклиф, что они, значит, не под санкциями, что все нормально, и тогда будет разблокировано. Ну, собственно говоря, вот такое объяснение. Я надеюсь, что я снял какие-то вопросы, снял сомнения, и в том числе вот, ну, сейчас об этом же, я в своем канале, кстати, опубликовал вот это объяснение, во-первых, вот в своем канале, который называется Демитковые инвестиции, если вы еще не подписались на него, подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас вы видите ссылку на этот канал. Ну, а в этом канале я опубликую как раз в том числе и вот такие новости, которые касаются, конечно же, клиентов открытия брокера, потому что благодаря мне пришло в открытие брокер, ну, как минимум, не меньше тысячи человек, даже больше. Ну, почему я это знаю? Потому что я это знаю. Вот, поэтому я регулярно там публикую какие-то новости, которые есть, и там же можно задать вопросы касательно своих инвестиций. Ну, вот, теперь это точно все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.